Друзья мои, всем привет! С вами как всегда Зураб, а соответственно канал Кухня с акцентом. И сегодня я вам покажу один из рецептов аджики, который сведет вас с ума. Это аджика для приготовления еды, то есть вы приготовили какую-то еду, вы ее пробуете, она вам не нравится, думаете что это такое, вы берете, добавляете туда чайную или столовую ложку этой аджики и к вам сбегаются соседи, говорят дай попробовать эту вкуснятику. Вот реально вот на таком уровне эта аджика воздействует на еду. Смотрите друзья, для начала все ингредиенты, вся там точная граммовка, сегодня будет точь-в-точь, грамм-грамм все, для того чтобы идеально эту аджику сделать. Для начала, друзья, вам нужно взять кипяток и залить сухие специи. Этот важный момент, учтите, почему обязательно заливаются специи горячей водой. Во-первых, потому что специи нагреваются, они становятся еще ароматнее и второе, и очень важно, этим вы контролируете густоту самой аджики. Если вы этого не сделаете, специи впитают в себя всю влагу из чеснока, из перца, весь сегодня, вот смотрите, такой хороший аджика такая мажется, все нормально, а завтра придете, у вас будет аджика, как бетон, высохшая. Почему? Потому что специи впитают в себя всю влагу, поэтому влага ее заранее насыщают. Вот эта смесь, друзья, у нас должно получиться примерно как густая сметана. А сейчас давайте прокрутим с вами чеснок и перец. Пока мы будем прокручивать, как раз наша аджика тут напитается влагой, и, кстати, будет ясно, стоит ли еще чуть-чуть воды подбавить. С перца отрезаем плодоножки, и все, больше ничего не отрезаем, сделаем, друзья, с вами огненную, такую настоящую грузинскую аджику. Не убирайте ни семена, ни перегородки, во всем этом есть своя острота, и она нам нужна. Дорогие, еще один нюанс, сейчас перец прокручиваем через самую мелкую сеточку, которая у вас есть. Я хочу, чтобы аджика получилась такой более-менее однородной, но можно свободно, через среднюю и даже через крупную сеточку. От этого, как бы, вкус сильно не меняется, просто сама аджика выглядит чуть по-другому, там хлопья покрупнее, тут она более однородная. Начинаем с чеснока, я вам скажу сейчас чеснока, почему, потому что я взял ровно 500 грамм перца и один лишний. В самом конце вот этим лишним перчиком вытолкаем всю ту смесь, что нам нужно, то есть у нас граммурка точно и останется, скажем так. Ладно, прокручиваем чеснок. А сейчас важный момент, мы должны взять или эмалированную, или стеклянную посуду, глиняная не подходит, деревянная тоже не подходит, потому что если вы аджику эту деревянную будете готовить, она будет у вас пахнуть аджикой всю вечность. Нет, ну если вы эту посуду будете только для аджики использовать, то в целом проблем нет. Отправляем сюда перец, отправляем сюда соль и сахар, растительное масло и специи. И все тщательно перемешиваем деревянной ложкой, только деревянной, друзья. Никакая другая ложка сюда не подойдет. Ребята, посмотрите, как она выглядит. Обильное слюновиделение началось. Дорогие нюансы, некоторые проговорю, чтобы вы это хорошо знали, зачем добавляется сахар. Он очень важен, так как сахар немножко балансирует вкус. Если аджика будет просто острой горкой, это немножко больно вашему небу, больно вашему желудку. Сахар это, знаете, такой как бы выступает как своеобразный балансир. Раньше сюда даже мед добавляли в аджику, чтобы вот эта легкая сладость чувствовалась. Сейчас вообще в Грузине во много, друзья, блюд добавляли мед. Сейчас это не добавляется, так как мед все равно специфическая вещь и как бы люди отвыкли. Знаете, уже я тоже не люблю, когда чувствуется мед в аджике, это на самом деле не очень вкусно. Поэтому сахар. Что касается соли, соли тут 100 грамм, и это немного. Я уверен, что кто-то из вас спросит. Аджика, друзья, должна быть соленой, особенно аджика, которая из свежего перца. Во-первых, если тут будет мало соли, у вас аджика достаточно быстро испортится. Во-вторых, потому что это аджика для приготовления блюд. То есть вы блюдо добавляете, он и аромат дает свой, да, свою пикантность и соленость тоже. Кстати, почему я все это время говорю, вымешиваю, потому что это важно. Вымешивайте вы аджику, пока соль и сахар не растворятся. Вы это легко почувствуете. Вот так проведите по одну миске и вы почувствуете. Если перестали соль и сахар хрустеть, все. Аджику можно оставить в покое. А для шашлыков, что это аджика. А прямо делая хинкали и туда внутрь добавляете эту аджику. Ребята, это что? Накрываем крышечкой и, дорогие, буквально, буквально, минимум, примерно неделю. И вот сейчас неделю эта аджика у нас должна тут дозревать. Важный момент, каждое утро и каждый вечер, то есть два раза в сутки получается, вы должны именно деревянной лопаткой. Ложкой, что у вас там будет, можно просто палкой, веткой эту аджику перемешивать. То есть, еще раз повторяю, ребят, важный момент, так как газы, аджика достаточно густая, если вы этого не сделаете, газы начнут внизу накапливаться и аджика у вас испортится. Утром перемешали, накрыли крышкой и оставили. Вечером перемешали, накрыли крышкой и оставили. Неделя. Комнатная температура, никакого холодильника, ничего. Ничего с ним не будет, пускай тут процессы и брожение начнется. Через неделю увидимся, а поверьте, вот эта неделя, пока у вас аджика будет дозревать, дома у вас будет стоять настоящий грузинский парфюм. Помните, как мы называли, да? Шанель номер 5 из Грузии. Вот этот запах у вас будет неделю дома. До встречи через неделю. Дорогие, ну что ж, прошла у нас неделька. Знаете, момент какой? Вы сразу поймете, когда аджика уже готова, потому что вот в начале приготовления у нее такой ярко выраженный запах свежего перца, а через неделю вы будете уже нюхать вот такой, знаете, уже ярко выраженный запах аджики, именно конкретно уже приправы. Да, отлично, давайте на секунду я все равно попробую. Совсем чуть-чуть на хлебе без ничего. Друзья, обалденная вещь, очень острая, очень пряная, дозрела уже, насыщенный такой вкус, вообще супер. Друзья, раскладываем по баночкам. Эта аджика у вас в холодильнике будет держаться месяцев 5-6 примерно, без проблем. А дело в том, что она вряд ли у вас только продержится, я вам честно скажу, это обычно месяц максимум, другой ее нет, потому что невероятная вещь, она и в шашлык, и в любое блюдо с борщом, с супами, вообще совсем подходит. Ну, про аджику не мне вам рассказывать. Ну, дорогие, на этом, наверное, все. В конце лишь скажу, что получилось у нас две банки, одна на 700 миллилитров, другая на 500. И этой аджики вам на месяц-другой точно хватит для того, чтобы готовить и для того, чтобы придать, сказать так, свои кулинарии новых вкусов и ароматов. А с вами, как всегда, был Жураб и его прекрасный оператор. Любим вас, берегите себя и хорошего вам настроения. Пока-пока!